Кубковый поединок между МФК Николаев и Аболонь Бравар Киев Уже до начала матча назвали историческим Ведь ни той, ни другой команде в современном этапе развития украинского футбола Не удавалось пройти в стадию 1-4 финала И в этот день одной из команд суждено было исправить эту ситуацию Принципиальности поединку добавляло еще и то, что Аболонь уже долгое время в матчах чемпионата Не может обыграть нашу команду Продолжить эту хорошую для МФК традицию на поле с первых минут вышли Чумак в воротах в обороне Дударенко, Булычев, Павлов, Сартина Опорный полузащитник Момат, Ковалев, Рогозинский, Муховиков, Саркисян, четверка атакующих, Хавов На острие атаки Шаврин В первые минуты поединка гости были очень активными Видно было, что Аболонь планировала забить быстрый мяч Уже на третьей минуте опасный момент у наших ворот Пинчук отдал передачу на партнера Тот в борьбе с защитниками мяч потерял Но на подборе тот же Пинчук Опасный удар, с которым с трудом справился Чумак А Сартина не дал Корольчуку добить сферу уже в пустые ворота Аболонь продолжил овладеть инициативой Наши отвечали редкими контратаками В одной из таких контратак Шаврин решился на дальний удар Попал в створ, но Пашторенко был на чеку Далее два опасных момента для гостей Илья Коваленко остро навесил со штрафного Повезло МФК, что до мяча так никто и не дотянулся А затем высоченный Корольчук своим дальним ударом проверил бдительность Романа Чумака Ну а с середины первого тайма Николаеву удалось выровнять игру и отодвинуть соперника от своих ворот Борьба в первом тайме продолжилась уже в основном в центре поля и ее было много А вот опасных моментов команды в первом тайме больше не создали И ушли на перерыв при счете 0-0 Второй тайм и вновь его активно начинают гости Которым удалось в начале этого игрового отрезка создать по такой игре два супермомента На 51-й минуте Аблетаров длинной передачей находит Корольчука Тот сбрасывает мяч на Горди Чука А Горди Чук своим пасом находит штрафной Шевчука Убойная позиция, но Чумак спасает Еще через минуту последовала передача с фланга в нашу штрафную Павлов неудачно выбил мяч и Илья Коваленко пробивал в упор Чумак вновь спас, но Еременко добивал ударом через себя И здесь нам откровенно повезло У МФК в эти минуты лишь один полумомент После паса Шаврина Рогозинский хитро пробивал под перекладину Пашторенко перевел мяч на угловой После этого повторился сценарий первого тайма Николаеву вновь удалось выровнять игру, а ближе к концу и Абалонь уже играла осторожнее В целом оставшиеся во второй половине время команды провели в равной борьбе И 90 минут также закончились со счетом 0-0 Дополнительное время не выявило победителя В эти самые два экстратайма команды играли еще более осторожно Уделяя внимание в основном обороне В общем, нас ждал великолепный финал этого футбольного спектакля После матчевые пенальти Атмосфера на центральном городском стадионе в этот момент царила невероятная И мы предлагаем вам окунуться в нее целиком Сергей, вот такое вопрос, вы считаете пенальти лотерею? Ну, наверное, да Сейчас после этого удары ведет Саркисяну Удар и не забивает ВГ Не забивает ВГ Не повезло сейчас ведет Саркисяну Проблема очень непогана сейчас Саркисян Удар, да, просто угадал Удар правого Прошторенко Облитаров против Романа Чумака Все же, Роман Удар Дуже спокойно Облитаров кладет на газон Чумака И разводит мячий элкипера Миколайца по разных кутах Нужно забивать Витя Удар Удар Забивает Виктор Берко Досит справа, но досит спукино Кто-то следует этот удар Неизвестно Крутан Дмитрий Проневич Мяча Роман Чумак Удар Что-то не получается у Романа В тот же угол, но Такой мяч, даже если бы и угадал Чумак Вряд ли Получилось бы отбить Дмитрий Проневич Это 3-1 для Абалони Удар в запасе у Николая Сейчас его исполнит Андрей Ковалев Разбегается Андрей Удар На нервах Такая вражная Пробува за Росковалев И Такие вот Три-два Три-бок Пошторенко Был очень серьезный Три-два Корольчук Чи лишилась сила Корольчука на удар Удар, Чумак тащит Это опыт, друзья Все, что мы сказали Только что Александр Это опыт Романа Чумака Подойти, взять мяч Бросить его так Чтоб Корольчуку пришлось еще до него идти Это все опыт Роман Чумак Ну вот его мы с вами не догадали Посмотрим Главное, что Руслан Михайлович угадал Впевнено, очень впевнено Забивает Дмитро Сартина Ну что Счет становится 3-3 Бровченко Так же угадали И этому Футболистам Юрий Бровченко Дуже техничный футболист Сегодня он демонстрировал свою технику А вот сейчас Бровченко может пробить другого Если Чумак Ну Опять же вернемся После удара Катальхеми Бровченко пробивается Ай-яй-яй-яй Действительно пробил в другой угол Бровченко Действительно прыгал туда Роман Чумак Но Удар, который не берется Юрий Батюшин Можливо, зараз для Батюшина это шанс довести, что он действительно гидный место в стартовом складе. Батюшин. Браво, Юрий Батюшин. Холоднокровно, побывает в путь. Серия пенальти продолжается. Теперь вопрос, кто? Штанга! Штанга! Не забывает Шевчук! Ну что, кто? Юрий Булычев. Юрий Булычев, это просто невероятное что-то сейчас творится на центральном городском стадионе. Ну давай, капитан. Какой же зараз заряд Булычева? Что сейчас творится у Булычева в душе, наверное, очень сложно представить. Как сейчас, как много сейчас это зависит от него. Коштаянка настраивается так же. Айман Чумак ударит шанс. Юрий Булычев у мяча удар. Мы в четвертьфиналі! МФК Миколаев першу своїй историей виходить зараз до однієї четвертої фіналу Кубка України з футболу. Шановні болівальники, ми вітаємо всіх вас. Вітаємо з цією историчну перемогу. Зараз щось неймовірне кується на стадионе. Зараз фан-сектор, зараз болівальники клуба, зараз вся команда, тренерський штаб. Всі вони, Руслан Михайлович Забранський, всі святкують одним, єдиним цілом цю доленосну перемогу. Я впевнений, що ця перемога дійсно робить свій виток у історії. Болельщики поздравляють свою команду і потихоньку починають обсуждать, хто ж буде зідущим суперником МФК в Кубці. А в суперники Николаеву могли достатся Полтава, переигравшая Карпаты со счетом 2-1, Ворскла, обыгравшую на выезде Верес с минимальным счетом, Днепр і Ильичовец, які в своїх матчах по пенальти обыграли, соответственно, Десну і Сталь. Актырський нефтянник, який сенсационно выбил із Кубка Волынь і гранды українського футбола Шахтер і Динамо. Шахтер пройшов Олександрію, а Динамо лишь в дополнительное время сломило сопротивление Зарі. А вже наступного дня відбулось жеребкування, і ми з вами дізналися, з ким будемо грати у одній четвертий фіналу. Це Маріупільський Ильичовець. Що ж, непоганий жереб для того, щоб пройти далі. І ще три пари четвертьфіналістів. Полтава примет дома Шахтер, а нефтянник Динамо. Ворскла і Днепр помірюються силами в четвертьфіналі. І матч этот пройдет на стадионі полтавчан. Відкупку переходимо до чемпіонату. У неділю на центральному міському стадионі муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» приймав команду «Колас Ковалівка». Команду, яка лише дебетує у першій лізі, але вже має непогані результати. Отже матч. МФК «Миколаїв», «Колас Ковалівка». До отчетного поединка с «Коласом», очень крепкой командой во главе с известным в прошлом футболистом, а ныне уже хорошо зарекомендовавшим себя тренером Русланом Костышиным, наш футбольний клуб в шести турах не знал вкус побед. Исправлять эту ситуацию вышли следующие исполнители. Чумак в воротах, Булычев-Павлов с Артина и Кошелюк-Барона, Момот-Бессалов-Ковалів-Саркисян-Рогозинський полузащита в атаке Шаврин. В начале поединка команды в основном присматривались друг к другу, и игра приобретала нервный и сумбурный характер. Команды по очереди владели инициативой, и по очереди создавали потенциально опасные моменты. Первый у «Коласа» на 10-й минуте. Кошелюк на своем фланге выбил мяч прямо на игрока соперников, сразу же последовал навес в нашу штрафную. Булычев до мяча не дотянулся, Гавриш этого просто не ожидал. А ведь мог быть выход один в один. Сразу же ответ от Николаева. Ковалев навесил с углового, Сартина, опередив всех, пробивал с 11 метров над перекладиной. 16-я минута угловой уже для «Коласа». Подача, чумак не лучшим образом на выходе, и хорошо, что мяч после рикошета не влетел в наши ворота. Серию опасных ситуаций после стандартов тут же продолжили уже «Корабелы». Рогозинский навесил на 11 метров, где Павлов один, пробивал Виталий, но прямо в руки Яшкову. Середина тайма и вновь навес от Ковалева. Яшков ошибается на выходе, Павлов уже готов был замыкать дальнюю штангу, если бы не Назарий Шевченко. Защитник откровенно спас «Колас». После этого инициатива у МФК. Особенно старался Шаврин. Благодаря его игре на втором этаже, нашей команде все чаще удавалось цепляться за мяч и создавать неприятности защитникам и вратарю гостей. Так, благодаря во многом тому же Шаврину, Николаев под занавес встречи создал самый реальный момент для взятия ворот в первом тайме. На левом фланге Вадим выиграл борьбу у защитников, затем, прикрыв мяч корпусом, отдал на Ковалева. Ковалев на Сартину, а тот в штрафную, где Саркисян в итоге в падении пробил. Яшков с трудом отбил этот удар. Первый тайм так и завершился без голевой ничьей. Начало второго тайма, в принципе, равная игра с небольшим преимуществом Корабелов. И как же здорово, что такое небольшое преимущество удалось воплотить в гол. Чумак от своих ворот вводит мяч в игру, Шаврин в очередной раз выигрывает второй этаж, сбрасывает на Бессалова, а Артем тут же в штрафную. Ковалев, видя, что находится в офсайде, оставил мяч Саркисяну, который точно вырезал на Рогозинского. Валерий буквально занес сферу в ворота. Литвиненко, заменивший в перерыве Яшкова, достает мяч из сетки, и это 1-0. Радость николаевских болельщиков, а Костышин заметно нервничает и сразу с помощью замены вносит коррективы в игру своей команды. Возможно, это повлияло, а возможно и то, что Николаев стал играть по счету, но инициатива перешла к игрокам Колоса. 62-я минута опасный штрафной у наших ворот. Поздеев здорово пробил, чуть выше перекладины. Шевченко просто в нашу штрафную, чумак на выходе, не сумел зафиксировать мяч, но тут же исправил собственную ошибку, не дав пробить Карапецкому. Ну а что у Николаева? Наверное, отметим хороший удар Ковалева. Андрей пробивал со штрафного, Литвиненко отбил. И, несомненно, нервные последние минуты, когда Колос пошел на штурм. Под занавес встречи Поздеев своим пасом нашел на фланге Карапецкого, а тот увидел в нашей штрафной никем не прикрытого Гавриша. Навес и как Гавриш из убойной позиции не попал по мячу, знает только он. А нам в этом эпизоде, как говорится, фартануло. И все-таки Николаев выстоял и победил. Очень важные три очка для команды, как в турнирной борьбе, так и в психологическом плане. Особенно для тренерского штаба. Ну и посмотрим на результаты тура и турнирную таблицу. Киевский Арсенал со счетом 2-0 обыграл Горняк Спорт. Гелиос был сильнее Буковины 1-0. В матчах Ильичовец-Авангард и Сума-Ингурец были зафиксированы ничьи 0-0 и 1-1 соответственно. С одинаковым счетом 2-1 Полтава обыграла Скалу, Десна-Аболонь, а Нефтянник-Тернополь. С той разницей, что Десна одержала победу на выезде, а Полтава и Нефтянник в домашних стенах. Ну и небольшая сенсация в матче в Черкассах, где Днепр неожиданно крупно обыграл Верес. После этого поражения Верес опустился на третью строчку. Второе же место на данном этапе у Десны. Первый в лиге пока стабильно Ильичовец. И по-прежнему с 5-го по 9-е место расположились команды, которые отстают друг от друга всего на пару очков. Это Нефтянник, Днепр, Колос, Полтава и Арсенал. Второй эшелон турнирной таблицы и здесь МФК Николаев удалось немного поправить свое положение в турнирке. 12-е место и 18 набранных очков. Вот только далее все команды идут также плотной группой. Откровенный эйцайдер только Тернополь. Что ж, чудовый тиждень для нашей команды. Мы пройшли далее в Кубку и перервали невтешную для нас безвыграшную серию в чемпионате. Надеемся, что дальше корабли будут показывать такой же качественный футбол и такие же результаты. Мы болеваем за наших хлопцев. Вперед, Миколаев!